здравствуйте дорогие друзья с вами светлана короткая после того как я сделала новогоднего котенка из ткани от вас поступило очень много комментариев с просьбой сделать зайчика в подобном стиле поэтому по многочисленным просьбам сегодня буду делать зайчика нужен будет искусственный мех или вот подобная ткань это у меня из магазина fix price я буду использовать два цвета остатки вот такие остались хоть зайчик зимний и белый но буду делать его сереньким чтобы скомбинировать с белым цветом чтобы определиться с размером и чертежом нужно сделать в начале заготовки мордочек и так вначале я буду делать мордочку я тут несколько вариантов попробовала вот этот вариант все красиво но он неприемлем потому что он будет хрупкий сколько бы он не сох вот эти все места составные они на нестабильной поверхности то есть на ткани будут постоянно переламываться то есть это нужно будет было тогда глазки делать отдельно мне хотелось чтобы глазки были в целом все вот и я пошла вот таким путем значит сперва вот такое сделал это тоже подсыхает берем любую массу для лепки у меня холодный фарфор без варки чтобы понять не было делаю такой треугольничек вот здесь нажимаю место для глазок будет глазки будут сюда приклеиваться таким носик приклеивать мне хочется чтоб и вы видели и чтобы мне удобнее все верх ногами получается теперь мне надо небольшой кусочек это будет губа подклеивать будут при помощи обычной воды можно взять клей пыва два зубика делаем минуточку тоже водичкой сейчас промажу глину сами уже корректируйте делаю два одинаковых шарика и формирую такие капельки прям тоненькие тоненькие можно сделать и приклеиваю сюда сверху счетчики у нас появляется дополнительная высота зубки придется еще там подправить глазки проверяю где будут носик это такой треугольничек небольшой так и формируем глазки овальные миндальные круглые какие хотите получается такая и объемная мордочка и теперь нужно будет на какой-то поверхности стабильную которая может влагу впитывать надо будет переложить моя масса дает усадку поэтому я делаю немножко побольше выберу какой здесь больше понравится то делаем подушечки на лапке можно вот таким путем пойти сейчас я вам покажу другой способ он мне немножко больше нравится берем любую вырубку мне надо их 6 штук на задние лапки у меня идет еще две подушечки на передние лапки такой способ я вам уже показывала делала так глазки все это перекладываю на деревянную поверхность и просушиваю заготовки у меня высохли даже не знаю на какой остановиться все они очень интересные от того какую мордочку вы вылепите от этого будет зависеть ваш чертеж поэтому он будет у всех разный определяю для себя мордочку зайчика и рисую рисую произвольно сейчас и рисую я произвольно так вот тут у меня лапки пойдут передние лапки пойдут я вам показываю сейчас тот вариант который я вот планирую сделать покажу вам как проще еще сделать вот тут будет потом там ушки пойдут у нас ушки отдельно будут хвостик отдельно будет вот такая выкройка сейчас я ее вырежу и вы увидите такая получилась у меня выкройка по моему это не сложно сделать тут вот эти лапки будут пришиваться отдельно а я вырезаю две вот такие детали и сшиваю изначально вот так я примерно себе представила может быть кому-то понравится сделать еще проще может быть прям просто форма яйца может быть форма яйца и лапки это мне будет лицо это изнанка вот это место не буду зашивать для того чтобы потом набить это все любым наполнителем буду шить вручную прям по контуру выкройки ручная строчка или назад иголка по-разному называется кому удобнее или быстрее прошейте на машинке здесь как-то начертить невозможно поэтому приходится ориентироваться на вот этот чертеж ушки и лапки можно было сделать заранее и вшить вот в этот момент у меня будет все в отдельности где-то чуть чуть может быть я и вышла за пределы ничего страшного не убираю выкройку я вырезаю и сделаю надрезы но очень осторожно чтобы не разрезать шов в теории это так все видела а как она на самом деле получится я пока не знаю набиваю наполнителем мне больше нравится набивать игрушки холофайбером покупаю его в магазине ткани туго я не буду набивать потому что форма станет совсем другая выкройку кстати можно было сделать точно так же как и у котика мне просто не хотелось повторяться здесь вот сделаю сразу утяжки лапок буквально два стежка сделаю и вот так будет утяжка лапки как просится лапка так мы ее и утягиваем до конца не прохожу от буквально два три стежка и все и вот лапка у меня уж небольшую стяжку можно прям на шее сделать можно и не делать потому что я буду еще делать воротничок меховой давайте посмотрим как будет с утяжкой смотреться я по центру фактически один стежок делаю туда-сюда и все видно не ровно сшила она у меня немного на бок идет соответственно можно сделать наклон головы сейчас прикладывание окрашена очень похоже на тюленя ушки и хвостики сделаю контрастного цвета проволоку беру чуть длиннее чем ухо сразу делаем чтобы были одинакового размера это ушки лапки все вырезаю произвольно и кружочек для хвостика вырезаем давайте сделаем первое это хвостик прошиваем это все конечно у настоящих зайчиков и кроликов хвостик не кругленький но у нас же зайчик сказочный хвостик сразу пришиваем друзьям хвости конечно можно было просто приклеить на горячий клей сшиваю ушки если нравится вот такой вариант можно даже не выворачивать ставить проволочку и все я попробую вывернуть можно было прямо вдоль проволочки с одной стороны с другой стороны пройти но я прошла посереду лапку тоже сшиваю покрою по краю здесь закругляю если мне не понравится я переделаю на серые лапки подклеится хорошо мы можем их загибать сгибать ушки уже кому как нравится потом можно будет делать ушки лапки буду делать все-таки я серого цвета немножко коротковатую сделала но я ее пришью немножко ниже так вторую пришиваю сюда точно также такой белый воротничок еще хочу сделать можно из такого же белого вырезать но у меня есть более такой мохнатенький это плед тоже из фикс прайса воротничок был такой чтобы пушистенький воротничок был такой вот такой вот 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 теперь нужно будет украсить мордочку расписывать я буду акриловыми красками подбираю вот такой фон чтоб работа объединилась глазки не окрашиваю грунтую чтобы следующий оттенок и хорошо улегся я вам светляю немножко здесь есть вот такая сухая пастель взяла кусочек ватки лучше это сделать даже ватной палочкой тяжелая еще второй Смотрите продолжение в следующей серии. У меня глянцевый акриловый лак. Подсушиваем и будем уже приклеивать. Я сейчас все буду собирать, склеивать. Еще нашла вот такие реснички. Я заказывала когда-то давно на Алиэкспресс. Но также видела, что продают и в магазине FixPrice. Скорее всего, я уже буду приклеивать на самой игрушке. Потому что так не угадаешь, как лучше. Я приклеиваю на полимерный клей. Плотно прижать и немножко подержать. Чувствую, что у меня вот эти детали немножко крупноватые. Новогодний зайчик, поэтому можно делать что угодно. Что хочу показать, друзья. Получилась вот такая игрушка. Можем сделать подвес, повесить на елочку. Можно посадить под елочку. У каждого может получиться свой зайчик. Друзья, я надеюсь, вашу просьбу я выполнила. Теперь у вас есть возможность сделать два символа года. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю счастья, здоровья, мирного неба над головой. И всего самого-самого доброго. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова